доброго времени суток дорогие пользователи портала goodgame.ru и подписчики каналов goodgame.ru на youtube и моего канала ваш покорный слуга бани вур сегодня вместе с вами у нас новогодний выпуск новогодний самый что ни на есть праздничный с запахом мандаринов и брызгами шампанского best replace и сайт goodgame.ru поздравляют всех и зрителей наших и всех вообще людей планеты земля с наступившим новым годом собаки желаем чтобы в вашей жизни собака не превратилась в суку ну исключительно в зоологическом смысле снова но смотреть мы сегодня будем праздничный реплей и судя по времени на хронометража этого ролика смотреть на его будем долго изнурительно иступленно буквально до самоистязания самое что ни на есть про уровень это по моему полуфинал близко на какого-то года играют инфи и мун на карте тире нас я очень соскучился по варкрафту честно скажу очень хочу снова играть и надеюсь что в следующей неделе мы с вами восстановим регулярные трансляции на моем канале сева вернется мой постоянный это партнер вернется к своей ну скажем так вернется в строй и мы начнем ну кроме того в этом году очень много будет хорроров как на playstation и так и на пк ну и конечно никуда без шахмат в общем подписывайтесь на канал год собаки обещает быть крайне изобильным в плане разнообразных трансляций ну а пока мы видим здесь стандарты опенинг амун играет через варденку на этой карте то у него чуть ли не канон такой или бой почему на этой карте берут варь и потому что ее очень легко раскачать до 3 левела здесь есть легкие точки и мы видим что висп ставит аов судя по всему на нет давайте посмотрим что происходит там отманем до аов дошел виспы отманивают перечинивают из одной арчой на которую наложили лс он крепит стандартный рубик для постановки экспанда ну а здесь mountain king mountain king дед с молотком и каким-то паром ну топором он мало пользуется в основном для того чтобы рубить индюшатину новогоднему столу а вот ну может быть ильфятин немножко на рубит посмотрим так сейчас самое важное не добить лсом тролля на смысле этого главного мага получает варденка 3 уровень и получает флейту меткости флейта меткости но такой себе девайс если честно поскольку вряд ли ему собирается играть в какой-то арчи талон пуш или там арчи и там дриады какие-нибудь да есть разные стратегии у эльфа хан трес и дриады вот если бы мун играл в хан трес дриад арчи дриады не знаю вот это какой-то новогодняя крена в новогодний креатив от вашего покорного слуги а вот хан трес и дриады вполне бы отлично зашли на эту ауру но вряд ли он будет это гонять хотя так ставится нычка инфи все это прекрасно обнаруживает кстати инфи просто предпочел по фасту покрепить mountain king никаких хвост экспандов он тоже прокрепил как показывает мини карта свой свою желтую точку на потенциальном экспэншене он вцепляется в тролля хиллера самое слабое место пытается его спасти выкачивает ману увари и судя по всему муновской варе не остается мана на следующий кинжал здесь как-то выживает тролль хиллер мк бежит за просветкой и скорее всего за сапогами заметьте что инфи ну не видно что взял здесь инфи не ставит экспант а просто собирается застраивать что ли туда приходят рабочие и инфи решает наказать муна за вот этот вот агрессивный барак мы видим что на мэйне у муна барака нет и это вполне адекватная реакция здесь варденко получает молоток успевает выпить из колодцев молоток пока не хотя стоп могу ошибаться третий или не третий вот второй или не второй молоток у мк тоже непонятно в общем две точки закрепил наверно все таки не и хотя мог томбов экспириенс выпасть легко ладно пока не будем загадывать но по моему все-таки мк 2 хотя там варя отпилась от колодцев может быть именно поэтому визуально показалось что до 2 2 мк не третий болт но вот он стремится к третьим очень активно короче говоря инфи решает пойти в застройку я тоже так люблю против эльф играть я которые ставят барак не на мэйне он тут же возводит богиня аовы защитная хантрас холл у него уже стоит соответственно можно нужно как-то поставить аовы не аовы конечно в смысле сторожевые древо и аовы это разные здания но извините я тоже отмечал новогодние праздники короче муну нужны аовы и из этих аовов ему нужны хантрасы вот варя получает третий левел там на футмэне нож в мк мк пытается выхилить кое-как тролль прист и варденко уходит в инвиз моно нет мунвелов точнее мунвеллы есть но они пустые на мэне инфи вроде как успешно застраивает а у муна а у муна 2 аова да вот они пошли хантрасы то есть хантрасами конечно это легко отбивать мк получает еще один болт и мк вот ему бы персоналочку купить там у варденки кстати нету телепорта она его продала где-то она сделает телепорт на мэй вместе с армией когда пришел застраивать инфи отпевается варе на последних колодцах кидает кинжал есть у нее по моему еще на один кинжал и нужно как-то добраться до мк мк там сейчас уже будет хилиться под магазином до мк уже неуязвим ну что застройка про канала поскольку в нужный тайминг пришел инфи и но зато у муна есть два аова продал футменов должен быть дефенс наверное где-то какой-то до прокачан но в принципе варя со вторыми например ножами вот так по виспам работаем нормально и начинают вышечки постреливать по аовам вот здесь варя может конечно на вторых ножах раскидать эту гавшу футменов плюс хантраса будут хорошо помогать единственное неприятность это гвардовские таврки для эльфа хантрасы под ними плохо живут но нужно срочно копить крит массу хантрас потому что золото есть уже срочно заказывать побольше хантрас может быть каким-то образом нет катапульта у эльфа появляется только на тир-2 а нет а вот там вот катапульта приехала я только сказал а то не катапульта стреляет да это катапульты и я продолжаю отмечать новогодние праздники да на тир-1 живу эльфа катапульты просто хантрас холл нужен ну что он пытается отбиться койка вспомни катапульту вот она у давненько не играл варкрафт ребята нужно знать и восстанавливаться ничего переживем и так на тир-2 у катапульта появляется great на стальные болты ну такой знаете great имени студии бразерс катапульта появляются огромные болты которыми они могут прошивать сразу под несколько целей устраивая групповушку русской армии вот но здесь а вы понимаете он вовремя среагировал двумя ауэми она вы вычинил у варе есть ножи у эльфа есть ночь у эльфа выпал пополняется мунвеллы и в общем то вы знаете как то тут с футменами это все не пропушишь по крайней мере 2 аова точно не пробрит и решает просто ретироваться по добру по здорову от греха подальше гражданин господи боже ты мой минут проблемы ребята я тут кажется немножечко священная роща осквернена сейчас так умирает маг я пытаюсь прийти в себя покрутить кое-что нормально покрутил молодец будем все справился молодец так но здесь идет creeping мака почти что 3 левела кстати у него очень хороший и там появился вы знаете демка будет длиться полтора часа как вы видите поэтому можно где-то и отвлечься так ну застройка не удалось соответственно план был хумана это конечно же постановка экспанда ведь эльф тоже не выходил в кир-2 единственное что конечно хан треска хан треска варденка да хан трески тоже могут отлично харасить так под инвизом вардан у нее скорее всего треки ножи потому что сейчас очень нужно убивать именно рабочих но она естественно боится что тут отбивается тем временем на мэне и наверное на закладывает нычку свою хуман пока тир-2 не нажимает сначала нужно укрепить экспант который эльф может пробрить то есть неизвестно будет ли эльф сам выходить фас технологии либо он может положиться в пуш поэтому чтобы не рисковать нужно сначала поставить вышки то здесь все-таки судя по всему нож то есть блинка нет здесь вы перекачаться конечно варе на блинка ножи наши воины вступили в бой ну а пока делается что может бун то есть ножом вырезает по одному юниту так нанят резак это правильно потому что вот хорошая лесодобыча и резак всегда нужен мало ли что с виспами может произойти запросто хуман может начать летать на дирижбомбе ли харасить виспов то есть если заготовки нужно вот здесь косячок конечно косячок да здесь по всему ножей нет что ли в инвул уходит болт естественно мун разворачивается и отправляется так к тому мир крестьянин судя по всему варе получать 4 левел здесь но он реально нужно переучиваться потому что ну ножом ты сильно не прохарасишь нужны блинка ножи второй блинк уже позволяет довольно неплохо напрягать хумана по экономике готова но умуна тем временем нычка тоже начинать потихонечку оплетаться и в контресс он естественно выходит потому что контресса на этой стадии вполне боеспособный юнит и в принципе контрактами можно и продавить соперника но вот очень грамотно инфе вы видели до понимал чувствовал уязвимое свое место это строящийся expansion и защищал вторичку как мог просто стоял там армии он может быть не стоило ну хотя все делал правильно мало ли а вдруг инфе уйдет нужно было попробовать поймать свой шанс амуна в то время на дирижабле высаживается и устраивает аннигилейшн просто понимаете по-мутковски аннигилейшн базе хумана но криминалити говорит мун и улетает улетает в асфояси так интересно погоня дирижаблей кстати грамотно высадил тролля и сейчас дирижабль может сбить над лесом а что было в дирижабле ну помню ничего ценного не было так багаж дама сдавала в багаж ну он пытается тянуть время сейчас и свой лимит вот этот вот реализовывать как умеет залетами с грамотным болтом тролля осадили не успел его посадить дирижабль вообще моно большой мастер на 1 дирижабля но не менее большой мастер и на потери дирижабли над лесом помню историческая игра против sky где мы слил в дирижабле весь свой лимит ну то есть двух героев юнитов и проиграл игру красно от леса дирижабель разбился так ну пытается экстренно возвести какие-то вышки инфи это очень напрягает экономику нет конечно может быть фатально экономики никакого большого да там урона не нанесет мун поскольку работает нычка у инфи и вообще инфи во первых работает нычкой там тоже добывается золото и лес и скорее резак есть у соответственно инфи то есть ну там просто на рабочих варя пытается как-то поднять себе немножко левела в принципе больше делать особо нечего я думаю что не крепит карту хотя вот тут вопрос будет ли мун брать второго героя потому что с одной стороны он не крепится соответственно может быть это может оставлять точки для панды но с другой стороны варя 6 это тоже очень хороший план а спанда ему на того добьется еще не скоро вот так что продолжается здесь дружеские знаете такие визиты нелегальных гастарбайтеров на базу хумана там все пытаются пытаются устроиться хуману на работу но пока что местное население отбивает эту осаду в общем ситуация похожа на явление европейского европейской миграции арабов которые пытаются как-то ассимилироваться в местную культуру путем сжигания зданий естественно вот мун как те арабы тоже старается ассимилироваться в хуманскую определенную модель поведения в хуманскую культуру но пока не получается социум отвергает ну а мун там тем временем наверное уже до тир-4 дошел как собственно инфи тоже не отстоит видите они оба не строят еще на тир-2 все-таки панда да вот все таки он не крепился и оставил панде на отжор половину карты соответственно наверное это правильное решение потому что в любом случае будет лейт мун это понимает то есть уже никаких наломов пушей на тир-2 не будет потому что просто ну мун выбрал сам такую стратегию фастер 3 и уже выход во что-то лейтовая нету никакого налома с катапультами там интересами может она и правильно потому что все таки здесь хуман может взять тоже второго героя для отбивания этого хораса например там файл ну этого товарища файл ло блог мага с флейм страйком либо может взять кого-то химага с blizzard а в общем тут там хуман отбился скорее всего и вышел уже в технологии своим вот а тут мун ну очень хорошо копит ресурсов принципе мун игрок стратежный макро стиля поэтому ему ближе такие вот игры с 10 нычками с высокими технологиями с разводами в нескольких точках поэтому вот он сейчас а варденкой он постоянно возле армии хумана ловит прямо лицом молоток варденка съела его и даже немножко подавилась блинка бы здесь вот я бы все-таки рекомендовал ему на переучиться на блинка ножи а вот блинк уже есть у него но все это хорошо блинк вот точно здорово контрит молотки и блинка с ножами под антимэджик шелдом который появляется собственного хумана у эльфа на tier 3 позволяет варе бесконечно долго харассить рабочего пока вот панда отжирается так что наверное это самая удачная стратегия избранная луналиким а панда стремится к третьему леву и потом вряд ли хуман будет сражаться с пыл брейкерами которые иммунны к магии да а вот все остальное там кони да даже если будут спел брейкеры все равно задняя линия там кастер и мортир да например на дирижабле залетает панда блинкается варя делает ножи дыхания ножи третье дыхание второе разваливается таки кастер мгновенно мгновенно практически поэтому микроуммуна естественно хватит на это все но то делать грейды надряд а инфи тоже понимает инфи тоже очень крутой макро игрок я понимаю что здесь знаете они сошлись мороз и пламени там огонь и лед до стихии стихии проза вода и камень мороз и солнце лед и пламя что-то такое потому что инфи тоже гениально играет макро игры он умеет ставить нычки он умеет разводить он умеет терпеть харас экономики пачка хантресс попытка окружить маутен кинга маутен кинг врубает и нулу как бы издевательски бежит навстречу хантрессом так надо поглядывать на инвентарь но что здесь естественно сфера яда уваре сапожки по моему были до грейт на картечь в общем здесь инфи будет до сапожки персонал очка лебедь и соответственно свиток хила собирается играть в такой стандартно хуманский лимит это эти вертолеты против панды мне кажется не самое удачное решение я думал что инфи собирается до вертолета бомбят это вот он умеет делать то есть пачка вертолетов будет постоянно напрягать вертолет это не боевой юнит в данном случае это чисто для разводов чтобы заставлять панду панде нужна персоналка обязательно чтобы вот этого всего отбиваться вертолета будут постоянно напрягать эльфа то там то тут сбрасывая на деревья специальные бомбы с аэрозолем химикальным панда 3 левела между прочим и это один из важных этапов стратегии ему на а здесь короче инфи понимаете он собирается строить все он собирается новогодние праздники отгулять вот по полной программе на все деньги он тут и грифонов заказал и вертолеты на харассе и мортиры в общем я бы все-таки рекомендовал но на этой грифона может быть данной ты грифона inner fire обязательно нужен пристав потому что эльфа не будет много дриад он запарится это дисплей tener fire отличное заклинание в общем здесь будет такой тир-3 мясо инфи амун сейчас пытается реализовать своих антрес и разменять их на футменов вертолеты прилетели в борьбу но вот этот не очень идея мне кажется что панда сейчас их просто сдует там фокус по варденке варденка юзает судя по всему большой пот откуда непонятно у нее взявшийся панда дышит вертолеты минус варденка с лайтинг шилдом и продолжает инфи вгрызаться в варю варе мало хп но она выблинкивается с лайтинг шилдом панда сдувает тем временем всю вертолетную армию ну в общем разменялись ой возвращается как-то неудачно варденка и мун что это было он недоконтролил конечно варденка просто забыла забыла попрощаться с маутенкингом она вернулась пожать руку а тот подло в дул ей по голове кувалдой сволочь где же эти гномы он майнеры бестактные создания да это конечно важный момент но кто 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 тут как бы думает что на этом игра закончится вот панда умирает кто думает что на этом игра закончится ну во первых тут и спалерить не надо нужно просто посмотреть время ролика и надо знать что там он умеет играть без героев вообще если бы еще карту побольше типа twisted meadows он мог бы часа в четыре мучить инфи ну а здесь инфи приходит игру заканчивать понимаете мортиры с картечи с грейдами тут дятлы нападают на грифонов паладин выходит варденка блинкается что происходит решительно непонятно варденка пытается убить паладина но тут став есть да еще эти два сразу героя заказал инфи это настоящий фа пошел выкачивает ману из варе очень полезный бладмаг бладмаг это просто невероятно полезная фигня которая может при должном контроле но просто замучить эльфа до смерти вот этим выкачиванием маны собственно бэнниш наверное не особо здесь полезен поскольку бэнниш диспеллится дриадами плюс в бэннише заклинание все равно можно юзать если я не ошибаюсь но хотя с другой стороны бэнниш болт тоже никто не отменялся и я имею ввиду бэнниш на варденка безусловно в общем инфи убив двух героев идет игру заканчивать но это мун ребята этому здесь поймете все просто вот все юниты просто вся палитра вся весь диапазон армии собранный и ястребы чтобы ловить в лассо хавков и дириж бомбель и грифоны с каждой твари по паре вот поймали 1 вертолет добивает ну конечно здесь вертолетами нельзя сражаться против панды которая станет скорее всего 5 но а как муну отбивать мэйн уму на сейчас рухнет мэйн там правда вы видите слева белеет кажется уже построенный экспорт но мэйн он потеряет сейчас у арестин вул то важный момент свиточек есть вертолета один за другим пикируют вниз как камикадзе мортиры картечу точечно подрядом решительно непонятно что происходит варя пытается как-то отщелкать мортиры но умона просто не осталось армии понимаете вот в этих вот в этом хаосе в этой неразберихе все-таки инфи чуть лучше разменивался и сейчас он просто лишил муна ну да по одному юнитов отжимает и в общем муна не осталось армия один герой из которого еще и ману выкачивает правда запариться пока блат маг выкачивать но варе задача дожить до 6 вот сейчас бы сейчас будет ножик в мортирку там правда палыч есть выкачивает ману болт но варя живет мана еще есть ей нужно как-то до 6 левла дожить тогда можно все-таки на аватаре как-то выживать панта 3 левела выкупается уму на деньги уже кстати говоря впритык реализуется вычинивают виспы но здесь это ненадолго потому что все ох жестко сразу минус минус дятел гиппогриф да здесь конечно у инфи получше ситуация потому что особо подойти нельзя вот хотя вот два медведя панда как-то смог консолидироваться мон и дирижабль спасает сейчас своего блат мага инфи ну красавец просто два ова пришли сражаться с вышками что происходит здесь понимаете один строитель и 88 руководителей вы видели 6 только что картину стандартная ситуация в компании ростелеком 10 менеджеров по продажам и один вася монтёр который пытается проблемы решать с оборудованием вот вот так строится нычка у инфи но на самом деле не хватает сейчас ресурсов невероятно экшен замес идет на всех участках карты как как у них хватает как у них хватает мультитаска все это контролировать решительно непонятно так тут два медведя пришли искать машеньку один монтёр доделал полностью еще один офис компании ростелеком так как-то хавк выживает непонятно на каких-то чудесах под 3 медведя без третьего конечно никуда в наше время как-то там кто-то от кого-то отстреливается что-то совершенно непонятное панда дышит в дирижабль дирижабль дымится варденко должна быть уже 6 судя по всему вот-вот ингей станет вот на этом коне скорее всего она из окружает коня мунд прям вцепляется в лошадь невероятное сражение лошадь падает еще один конь падает там варя должна быть уже шестого левела должна быть нужен аватар нет варе до 6 левела вот сейчас будут ножи варишь что лавал вызывает аватары кажется мунд продавливает он как-то консолидировался ну знаете просто наверное 5 панда там 4 панда посильнее чем два первых здесь уже 6 маутенки но два первых были и пала и блат мак и в общем здесь память да как-то побольше за решала с другой стороны получим вообще сражение практически не видели что происходит инфи теряет производящую нычку мэйны к этому времени вот скоро мэйны должны заканчиваться ему убивают очень важный экспэншен у самого муна работает так а мэйну муна есть вообще ну икшон просто невероятно устроили здесь соперники что муна уже боеспособная армия у него 67 лимита инфи строится на все деньги да там закончились мэйны конечно то есть фактически сейчас инфи играет с одной нычки и если вы думаете что вот в этот раз для хумана все закончилось поскольку ну реально там 6 варденка правда 6 мк конечно без безусловно но там 5 панда понимаете а почти 5 панда как говорил rt rd это почти мертвых уман истина закаленная в веках мы на ухуман у эльфа по-моему тоже нет вот пошли бессмертные бессмертные пошли делать смертных такой вот закон жизни такая правда сермяжная пошли знакомиться со смертными ну вот знакомятся мортиры сразу отступает инфи всей армии сражаться с ними вода нычка умуна жива х живая как говорится tier 3 древо дубочек наш ясный я маленьким не сдох тут варя на харассе слушайте ну а теперь уже все совсем плохо у хумана в какой-то момент вы помните у эльфа не было двух героев и хуман давил душил с четырьмя мортирами с лимитом душил main как не до душил непонятно как эльф отбился я вот искренне до сих пор не понимаю я думаю 90 процентов игроков в этой ситуации просто бы нажала гг и вышла ну просто у тебя не двух героев ки приходят tier 3 говшой с четырьмя мортирами с картечью там грейдами наверняка на дэмэдж и несут тебе main ох уж этот мун ох уж этот затейник панда 5 пола правда 3 вот вы знаете хуманской армии не нужны пятые герои исследование завершено этим хуманом этим людишкам нужны два третьих героя паладин 3 и ну любой второй герой 3 мк там уже 6 напоминаю то есть мк не убить единственное что то есть как-то короче героя хуманом не убить это забейте будет сражение именно в армия в армии задача эльфа задача эльфа пандой и варий с ножами уничтожить именно армию про героев можно забыть ну а хуман скорее всего должен хиро киль поскольку у него есть бэниш него есть болт и вария ну не самая крепкая женщина в варкрафте поэтому варе нужно амша обязательно варе нужны соответственно инвулы какие-нибудь бутыльки вот все что может сохранить ее жизнь ну дириж бомбель конечно здесь все будет зависеть от контроля сможет хуман захиро килить победит хуман опа за хазмодан мк становится иммунным к магии уже просто болтами покидаться а чё и нет чё и нет можно можно разрешено надо посмотреть какой за тар какой за тар сейчас очень важный момент потому что так вот бэниш болт минус гиппогриф так она и будет так она и будет ребят все там двухлимитные юниты от третьего болта с бэнишем валятся валятся как елки в декабре таком как кстати вот с маной это проблема на самом деле но с другой стороны когда есть блат мак с хорошим контролем это проблема нивелируется до ну действительно здесь и и и палыч будет лечить нет только как армию не убить нужно на ауе заклинаниях как-то жить соответственно хуману нужны свитки просто миллиард свитков чтобы выживать панда почему-то не продает туфли ловкости и не передает их варе так и бегает с этими носками ненужными приходит на экспэншен инфи бы надо как-то разводить не стоят но он пытается сейчас нычку отстроить понимаете варя может вот почему варя без амша я тоже не поймаю здесь ой два перса два персональных телепорта хуману в самую гущу но нет и такая же была и гуща жиденькая была гуща и туда тэпнулись в задние бреды конечно в задние ряды тоже опасно можно словить хиро кильчик до делаются грейды на защиту медведем рядом можно химерка добавлять не знаю но с другой стороны там есть хавки с другой стороны хавки тоже долго не живут от гиппографов очень много ох как интересно 79 лимита уму на работает две нычки но по моему вот центральный экспэншен и тоже скоро закончится так по моим скромным ощущениям 3 грэда на дэмэдж на и там может вообще нужно было все-таки свечиться в спеллбрейкеров я думаю хуману просто масс спеллбрейкеров представляете то есть и панда и варя становятся абсолютно бесполезными а ты спеллбрейкерами тупо панду например окружаешь через болт до мишки хотите сказать вы но спеллбрейкеры неплохо сразу сражаются с медведями если у них будет там 33 грейды черт его знает просто может быть спеллбрейкеры и опять же грифонов много не наделаешь да потому что здесь панда панда она контрит весь воздух и вертолетов соответственно то есть панда и там пол пачки гиппосов это минус весь воздух ума на вертолета не вертолета хавки не хавки плевать вообще ножи и дыхания нет вообще ничего поэтому грифон нужен там 12 максимум то контролить как родного крест крестник любой вот авария почему не харассить вот это меня очень удивляет то есть их варя по идее должна с блинком и аймшой изничтожать экономику изничтожает но вот инфе стоит на этой последней своей ничке и и смеется в лицо муну муна кстати а тоже поводов для смеха много у него почти 2к голды в загажен в резервном в стабилизационном фонде и в отличие от россии он его не собирается тратить и пенсии медведям платят понимаете то есть полный порядок в эльфийском социуме в эльфийском королевстве вот зачем упорно ломится без амша упорно ломится туда я не понимаю то есть на что он надеется что кого он хочет убить здесь ну поди ты на там же на втором экспанде кто-то добывает и пойди убей всех зачем ты ломишься через эту армию так ну-ка и что а там уже нычка кончилась тоже судя по всему до остались последние добывая только не понимаю вот 33 минуты сейчас длится на данный момент игра но вот а нычки скоро закончится последний ну минут 10 по моим подсчетам до конца всех ресурсов добывающих экспандов в этой игре до всех ресурсов добывающих активов и что дальше что здесь хочет найти варденка для меня тоже большая загадка вот зачем она сюда пришла я ну реально не понимаю просто что здесь ловить амун в это время вон чего вон чего хулиган то делает ну правильно если ты можешь хуманский воздух задавить опять же вот еще один кстати плюсик в копилку моей стратегии в спал брейкеров потому что химеры по ним просто не атакуют а вот на и ты на и ты вы знаете под этим всем очень живо лягут очень живо в общем он чувствует полную уверенность он в лимите 79 у него очень жесткая боеспособная армия с грейдами наверное 33 ну мишек гря точно я видел 3 играть на армор на 4 играет на так уже был варе есть инвул что важно мне таймша почему-то но бог с ним так вот хуману на самом деле очень не хватает престов с энерфаером вот в этом миксе потому что у эльфа заметьте ну там сколько 3 дриады 455 ряд инерфаер не от диспелят то есть они по раску его диспелят а потом он наложится снова и все а инерфаер это это невероятная мощь это такое добавление там инерфаер добавляет вам плюс 5 кармор и что такое ну просто найты бы сказали спасибо под химерами акваре аккуратно аккуратно можно словить ну варе есть блинк поэтому она в общем не особо напрягается в этой жизни хотя ману у нее уже насосали пути бы сейчас где-то маны потому что если он собирается атаковать то это варе получает болт врубает инвул последний момент надо отступать эльфу тут герои не выдержит тем более узкий проход это то что нравится хуман здесь мортиры себя полностью раскроют так но риджу в до риджу в тоже никто не отменял тоже эльфийская имба то есть мунвелла не нужны никакие мунвелла нужны чтоб ману восстановить вот с фулл хп варя может смело подходить мунвеллу будет восстанавливать исключительно ману вообще нужно мне кажется муну можно вложиться сейчас в мунвелла построить их еще в отличие от хумана мунвелла эльфа вот у всех да у всех абсолютно всех раз лимитные то есть здания которые дают лимит они еще что-то дополнительно какой-то способностью обладают да у орка есть логово куда можно который не только даю до саплай но еще и туда можно прятать рабочих превращать логово в вышку у андеда логово градятся соответственно зигураты в замораживающие вышки или в дамажащие вышки у у эльфа соответственно эти саплай саплай строение они дают ману и хп восстанавливают только у хумана ферма это это просто грудок кирпичей ненужных тем более еще и построить их нужно 1 80 больше чем у всех остальных раз обиженные люди вот если бы на ферме у хумана не знаю там паслись коровы которые давали бы не знаю молока после которого грифоны получали бы плюс 10к атаки что я не знаю ну короче надо что-то придумывать не честно ведь не честно это несправедливо готова наши воины вступили а вышки у хумана построить вышку потом ее еще за грейдить представляете а во время грейда на максимально уязвима любая раса построила в башню она уже стреляет все она уже готова к бою а у хумана вот вышку строишь не хрен давай играть в общем вы понимаете что я играю за хуманов насколько насколько можно судить об этой речи тут я явственно себя раскрыл ну а у нас 30 минут прошло от начала игры и поверьте это далеко не предел ля-ля-ля пятая панда ну панда кстати никого ой ой а ты куда ты что-то забродил а панда панда как будет выживать но есть став да и должен быть став должен быть что фуху что-то мун совсем увлекся я не знаю что это был за загул по-моему варя с пандой хряпнули где-то шампусику и просто пошли пошли гулять петь песни они забыли что тут война война ребята короче эльф сидит в лимите выдаивает нычку как может варя убивает маркиру и на блинке уходит инвул на маркиру ну пожалуй что отличный разменность учитывая что у эльфа почти 3к голды и он купит себя новый вул легко так эльф собирается драться что у хумана нам так и не показывают насколько у него ну тут через бэниш болт до отстреливаются гиппасы вау 2 химеры вы видели что сделали с мортирой эльф вызвал аватар эльф готов сражаться ой варя варя ловит болт ловит болт ей нужно срочно убегать но почему ты без амш до сих пор бегаешь я не понимаю свитки есть у хумана все нормально то есть хуман так и будет гоняться за героем сейчас а по бэниш болт в панду панда сразу минус половина хп то есть хуман здесь вообще в чистом поле драться не собирается это очевидно поскольку у хумана ну реально нет для этого никакого никаких сил армия на армию хуман проиграть здесь нужно еще хилить палыч 3 3 палыч это всегда живые герои вообще без вариантов можно через бэниш болт захилить бэниш подбашенки животворящие конечно здесь вышек у хумана полно то есть вы знаете они так могут стоять долго ну то есть хуман сражаться и не хочет он понимает что вот армия на армию действительно у него шансов нет там 2 химеры они очень жестко развалят найтов ему только вот как-то как-то на хераки или как-то нужно выцепить героев это вполне возможно учитывая что мун как-то время от времени играет крайне неряшливо в отношении контроля своих героев просто вот эта вся армия конечно у инфи просто нет армии вы понимаете и судя по всему вот у него работает последняя нычка да но непонятно что строит против такого микса у эльфа я честно вот построишь воздух до чтоб убить химер панда сваре его уничтожит за секунду то есть там свитков не напасешься но я бы только вспомнил но свечи со спал брейкеров уже тоже поздновато панда под инвизом вот найты под химерами не живут то есть тут нужно либо две пачки вертолетов и контроли тех как своих родных детей в принципе можно как-то их расплитить что такое там панду держать в бэнише постоянно выкачивать ману болт кидать в панду но такое да и как-то быстро уничтожить химер просто слишком жутко смотрится комбинация 3 дыхание 3 ножи просто жутко так инвиз врубили побежали есть амун наломиться не может понимать а там очень много вышек у хумана но например он может наломиться на мэйн инфи сейчас он же хочет давать бой по идее хочет почему бы не пойти на мэйн кинфи и не заставить то есть либо инфи теряет мэйн либо он дерется вот этим а это тут вообще не выживет сейчас под химерами а вот именно поэтому я говорю что хуман не может драться в открытом поле армия на армии потому что здесь герои раскидают были там было жуткое зрелище а у этих дедушек были внуки их ждали жены исчезли бермудском треугольнике да поэтому вот собственно и что инфи пытается построить вертолеты но тоже такое я бы все-таки рекомендовал свечица спеллбрейкеров потому что они хотя бы будут иммунны к магии вы знаете там как бы и на это недолго поживут с таким вот ну то есть два три таких вот комбинации дыхание ножи она это хватит всегда то есть но единственно что нужно амша наверно купить все-таки моно я бы варе ну не знаю сапоги бы продал потому что на хрена с блинком сапоги у тебя есть амша ты врываешься ножи по анда дышит дальше как бы а дальше давай контроль называется да мишка риджуф наложил кстати вот реально накладываешь риджуф на героев у хумана нет диспела вообще в армии никакого посмотрите у него не спеллбрейкеров которые могут переложить заклинания на своих не пристов не лучи ну просто накидал риджуфа и пошел в атаку кинул то кинул все сапожки нафиг не нужно если честно ну а эльф наконец наламывается но инфи тут же отвечает очень грамотно витя это не собирается драться инфи просто будет в ответ разводить и пытается сейчас уйти ну на голову ему падать надо надо тэпаться бро надо тэпаться т пацана да тут как-то уйти одну нет тп наверное ё-моё но это покормил сейчас он муна так еще один посох и палыч палыч заблудился заплутал и тп нажимает там еще конь все-таки один умер да ну пережил страшные времена в своей жизни минуте так на наверное десятой да но потом как же он божественно как же он божественно из этой жуткой ситуации вышел и как он сейчас но просто у него полнейшее преимущество на карте он он может то есть в чистом поле он убивает и соответственно может быть надо как-то разделить армию не знаю инфи почему-то в этой игре совсем мало разводят то есть может быть как-то с другой стороны поразводи тут эльфа да у обоих есть лебеди у обоих есть персонал очки и там прибежит на это ну его убьют на ставь и то есть я думаю что и все-таки в этой игре не нужно было играть в мортира и вот строить армии ему нужно было как-то играть может быть вертолеты но не для боя для разводов нужно было играть в танки как-то пытаться именно убивать эльфа таким образом а так хотя смотрите вот мэн сейчас упадет ну хорошо мэй на мэйн это будет размен потому что у инфи тоже минус мэйн став нужно медведей или риджупчик сделать ну не теряй медведей хорош он хорош минус вышки ряд можно отвести там химеры уже сами справятся да ну бейстрейды конечно кому выгодно спросите вы ну поскольку эльфа так не покупала мша у него есть сфера уже все что нужно у него есть наверное эти бейстрейды выгодно больше эльфа поскольку у хумана теперь не будет поушенов не будет мана потов короче пошел в бейстрейд мун у него кстати саплай блок и инфи сражается конечно как может то есть вот сейчас пришли два героя тут же болт в панду зачем панду заставили не понимаю тут ножами убиваются отряды за мне кажется нужно было ножами убивать отряды конечно же маркир нож и нож то есть есть все да нож все таки там посмотрите у муна третий нож там седьмая варя скорее всего но все это получается первый блинг или все-таки ножи первые вот вопрос вопрос конечно интересный да но и здесь у муна собственно полнейшее преимущество и доминация на карте армии у инфи практически не осталось ему на довольно много голды еще и собственно армия которая доминирует полностью доминирует а здесь вертолеты все таки да но вертолеты не для боя вертолеты для разводов нужны но реально нужны то есть вообще никак так дятлы пошли в атаку дятел минус химеры он подтягивается нужно отступать зажимают кажется все вертолеты полеглись панда скорее всего дышала ах жесть жмут жмут инфи на второй уже заброшенной базе минус все вертолеты как я и думал и нет не все как-то скон смог их сохранить но ну сейчас химерное что-то потихонечку смотрите как бодро химеры убивают здание вертолеты летят на харасс больше ничего не остается инфи 4 вертолета выживших 5 в этой катаклизме летят можно одного героя ставлю панду нет туда дятла полетели разбираться это верно ну и все великая осада осада которая будет длиться еще долго ну я вообще не понимаю теперь уже желание выйти за инфи просто невероятно то есть буду нужно очень-очень сильно затупить как-то невероятным образом закранить чтобы отдать эту игру потерять двух героев каким-то нелепым образом при том что есть все-таки блинк оп оп о класс классно спас спас из-под болта потому что там медведь умирал уже вот этого молотка под беннишем но спас мун грамотный медведя но посудите сами у инфи вообще нет возможности сражаться с муном в лоб соответственно что строить реально непонятно вот тут просто непонятно то есть для этой армии не хватало престов но под инвизом эти панды забегающие и дышащие в престов от просто жуть какая-то можно еще на дирижабле залетать там много есть опций реально страшно все умирает мало хитовая то есть строить спеллбрейкеров и тупо в жмакать в панду как-то так по медведям фокусить может быть так но сейчас уже свечется в спеллбрейкеров слишком поздно может быть надо было раньше свечется в спеллбрейкеров были на это я уверен у инфи ресурсы но он просто не ожидал что хотя как он мог не ожидать короче спеллбрейкеры почему еще раз подчеркиваю спеллбрейкеры могут во первых они монок магии во вторых они могут перекастовывать риджуф и перекастовывать рык ну и в третьих можно построить довольно много они неплохо стоят с медведями потому что они еще и ману выжигают и химеры по ним не бьют вот он целая толпа тима плюсов то есть может быть надо было как-то на спеллбрейкерах сражаться ну все заканчивается последняя дадись ему на уже давно закончилась уму на короче больше денег нет а инфи на последний строит вертолеты блин у там 5 панда почти 6 я не знаю как 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 вертолеты конечно живо говорят с химерами но там пытается как-то отвлечь хуман эльфа чтобы попробовать как-то в химер вгрызться не знаю так вот постепенно он должен дожать хотя посмотрите инфида держаться до того момента когда уму на закончились майны и сейчас реально любая ошибка она ну конечно уму на есть некий там до жировая прослойка такая из полутора как голды на случай непредвиденных потерь героев но ошибиться он может только один раз раз максимум два нет не хватает еще деможи ну и не хватит уже потому что здесь медведь медведь стоки жирный он еще раз говорю умирает все двухлимитные малыши так вертолеты вгрызлись панда не вижу поэтому как-то вот видите как хорошо начал контролить инфи вертолета вот он их он их держит максимально далеко от панды и они так могут стоять бесконечно долго честно вам скажу потому что ему ну наламываться нет смысла на вышке с одной стороны с другой стороны может ли инфи улетать вертолетами для разводов но вертолетов должна быть крит масса и там очень нужно внимательно следить за панды пишешь если панда туда тэпнется и сдует тот гг денег все денег нет но мы держимся отступили в бой да ситуация крайне сложная и самое главное крайне аркадная для обеих сторон ну еще пара есть незакрепленных точек на карте для голды да но и все на этом матан кинга закачивается мана инфи просто стоит да ну еще раз повторю в чистом поле у хумана шансов нет какими бы не были прокачанными герои у хумана нет ни единого шанса в чистом поле как-то жить потому что у эльфа два шестых героя и у эльфа просто невероятно жесткая армия под и по миксу так вовремя ставим очень грамотно ставим мы химеру химера на риджуви может отличиться вертолеты кстати полетели добивать посмотрите посмотрите они полетели сразу и вот там видите . внизу перемещается скорее всего-то химера а сюда панда ставится какой майндгейм нереальный панда ждала уже она поднимал вот она химера химера можно встретить начинаем демиджить панда видим уходим как же они как же они пытаются друг друга перехитрить а ему он понимал что полетят вертолеты добивать и вот еще одна химера встречается и минус химер нет и снова успевает как товаре заставать химера отхиливается на колодцах вот этот риллер спасти рядовую химера вот это да вот это хорошо так вертолета на харассе леса на починку я думаю будет хватать практически до бесконечности там очень много натаскали скорее всего судя по количеству леса муна он вообще может легко открывать какую-нибудь пилораму а я ешеньки и и а вот это фиаско вот это фиаско и так мы никаких вертолетных заводов не напасемся не ну это провал пол пачки отдал где-то но выходить не будет безусловно вот посмотреть бы количество оу посмотреть бы количество голды у инфи а спасибо о да этот будет сидеть долго и лес у него есть рабочий таскать лес можно бесконечно он пытается на лимит 100 сейчас я так понимаю будет просто выходить вертолетами из лимита ну и стараться и не фейлить их вот так подопаду под обижать ах еще один два или один или два минус вертолета и нужно конечно панду так перехватывать по до 6 высасывается мана болт но здесь есть здесь есть армия эльфа есть сарежуфчик на нее положат и просто ставнут так теперь варденко нужно вот да так минус минус гиппогриф вертолета аккуратно очень аккуратно нужно по я почему-то начинаю болеть за инфи ну просто у него ситуация здесь ну тяжелейшая правда панду став 0 и вот это как раз шанс шанс вертолетами перебить гиппогрифов вертолеты пытаются как-то на панда уже прилетела назад владмак вертолета уходите тут вас нет вам не рады здесь о какая жара то снова много вертолетов полегло кстати и нету уму на кстати больше голды а у инфи там но навскидку еще хватит на 4 таких пачки по-хорошему леса хватит нормально все добывается еще гиппос и воздушная война да но я действительно больше не вижу инфи аутов вот что еще строить кроме вертолетов можно конечно было с тремя тысячами голды попробовать свечнуться в спал брейкеров три героя и две пачки там пачка спал брейкеров две пачки спал брейкеров попробовать так как-то так повоевать но ох какая вертолетная гапша летит сейчас на харас конечно без панды и и варя они бы они бы они бы просто изничтожили бы все это там три грейды на атаку я уверен картечном вообще забейте так надо отлетать отлетать пада пада аккуратно там же они же идут нет не идут спокойно спокойно эльф побежал на перехват а панда пришла сюда очень грамотно панда попыталась дуть вертолеты на вертолеты очень вовремя здесь нужно сейчас за вертолетами следить еще пуще чем за героями это яд ряд на вертолеты не действует никак и они спокойненько бочком бочком уходят ну вот как-то так и нужно их пускать по неизведанным маршрутам гиппографов вы щелкивать через бениш болт все верно две пачки здесь и снова залетаем на второй круг все верно панда сразу пошла на перехват здесь эльфу нужно развешивать как-то виску виспов на центральной части карты чтобы видеть в летящих вертолетов можно было сразу превентивно панду ставать наши воины вступили в бой так выкачиваем тут сражение вертолеты летят на харасс ну нет героев не убить тут вообще без вариантов ой вертолеты сагирились на нейтралов и тут же увидели ставящийся в панду ушли назад снова пытается вертолетов перехватить гиппографы минус гейпас хорошо священная роща осквернена кто-то осквернил рощу с героем в другом месте попробовать поразводить потому что но еще раз говорю они бессмертно у них есть посохи и с другой стороны эльф если эльф понимать а с другой стороны если во время этого харасса эльф просто пойдет на мэйну а он убьет довольно живо все вышки то это будет гг потому что тогда это будет сражение в чистом поле то есть инфи задача инфи не потерять башни вот эти вот с под башнями он как-то может отковыриваться так вертолетом пора лететь надо заправку надо зачинить рабочими вертолеты просто жест какая игра это невозможно то есть в этой игре конечно было все и буду стоял абсолютно проигранную у него было просто исключительно колоссально упоительно отвратительная ситуация вот теперь и инфи в какой-то момент стоял жутко потому что было больно и страшно и армия амуна до сих пор доминирует на карте но инфи каким-то образом он все-таки сумел вот видим как-то пытается разводить пытается как-то играть в ну выжимает из ситуации все возможное почему эльф не наламывается на мэйн хумана спросите вы ну потому что там очень много вышек и три героя могут просто на этих вышках пол армии расколотить с другой стороны с другой стороны все-таки мне кажется что эльф вполне на это способен вполне способен но он не рискует понятного а вы бы рисковали тут и не просто ладерная какая-то игра здесь турниры и судя по всему это полуфинал и речь идет наверное о там косаре бакинских рублей поэтому просто страшно там одна ошибка можете просто совершенно вот она панда животворящая сейчас еще раз дыхнет спину пытается вертолет уйти будет еще на дыхание она уже откуда у него с вертолета летает быстрее чем бегает мишка до мишка не догнал но там полегло и гиппосы летят на перехват и сейчас все просто здесь рухнет вертолетов зажимают там панда внизу нет куда же вы родные куда бежать куда бежать куда податься дыхнули зажали и это просто в огромная потеря это ой как же все горит у хумана жутко они удачная ситуация и дождался дождался эльф своего часа панда раскладывается может уже вертолетом вернуться бы надо не знаю ладно жмем tp зализываем раны я уверен что у инфи деньги еще есть но вертолеты биты их отчинить бы как-то ха 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 гиппосы летят над нашей зоной еще раз повторю болею за инфи не потому что я расово близки к нему джентльмен я болею за из что не он реально очень тяжелая ситуация когда было плохо у муна я болел за муна я всегда поддерживаю слабых и обиженных почему-то не знаю это вот у меня такая такое подлючие свойство характера не болеть за победителей ой ну все минус север ты вот это уже близко гг ребят вот это уже попахивает гэгэшечкой потому что теперь химером ничего не угрожает наши воины вступили в бой ничего не угрожает химером и можно как-то как-то здесь наламываться но я не уверен в этом не сто процентов он все равно не решается я не понимаю вот это был очень удачный момент чтобы наломиться все у хумана не осталось вертолетов у тебя панда не знаю можно ждет когда снова ультимейту панды откатиться но уже не знаю сколько денег у хумана осталось я не знаю наламываться сейчас надо потому что если не сейчас должен быть инфи по-моему должен строить вертолеты ступили в бой подрывника надо было сломать вот вот еще была идея инфи как-то на подрывничках попробовать до развести был такой шанс денег было много так но все ему наламывается но наламывается в первую очередь не туда он наламывается если честно ну что-то это уже база ничего не значит производящие здания только можно сломать по-хорошему конечно может быть из последних сил реальный подрывников наймёт непонятно сколько у него денег там по-моему грифона не успели отменить строящегося ну ну кажется это гг то есть здесь уже аутов я здесь я аутов у инфи уже не вижу как 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 вот с химерами бороться что с этим сделать армии армии то инфи нет тут гипосы как-то а хавки вот только сейчас ну тоже такое знаете сомнительное решение потому что хавки еще и от ножей будут отлетать за каждым может быть у него сейчас как-то героя убьет я не знаю тут вот варя попадает в замес у нее есть блинки должна быть мана на блинк может быть и не успеет как-то не знаю ну как как должно же где-то в чем-то повезти еще и инфи иногда последний удар сделать последний удар сделать последний удар сделать минус ну кажется все это я я не вижу что сейчас вообще делать инфи долго ли коротко ли но остался он без вертолетов что должно было рано или поздно произойти так и чего и чего был вы понятие был бы архимаг с близарда можно было бы как-то на сорках на базе с ангизом поразводить по забегать по по сжигать близарда то есть ну что то можно будет ой ну сейчас все а а дятл то не улетая там варя наказывает ножом и ряды наказывает и но все начинает давить мун и вот сейчас момент истины панда прожала ультимейт разложилась и сейчас так амуне нападает почему не нападает очень холодно ладно потерплю почему не нападает панда непонятно панда нажала ультимейт и не нападает это как-то странно ладно можно вышки химерами отщелкивать так хорошо можно режим на него может не знаю это неважно это не важно ребят проблема реально в том что так высасываем то есть панда отпустила мы не нападаем может быть мун уже уверен что он полю по любому победит так бенниш болт выкачка маны у панда еще есть мана правда уже не так много варя тоже без маны может поэтому не лезет не знаю не знаю может поэтому не лезет кстати боится мой он боится минус медведь потеряв всех вертолетов инфи вдруг начал как-то обретать поднимать голову из пепла понимаете обре обрел это нечеловеческую звериную живучесть вот их четверо бравых героев понимаете все больше никого нет ланселот гимли доктора айболит и соответственно и и и и судя по внешнему виду ну не знаю там николай басков вот все что есть у хумана больше ничего не осталось один вертолет наши какие-то хавки я не понимаю зачем хавки я не понимаю хавков нужно ну реально две пачки ладно хорошо хавков нужно пачка плюс нужны свитки свитков наверное три наверно нужно чтобы все пережить про каста эльфа через ножи и нож через ножи и дыхание ну денег я уверен у хумана на это нет все последние ресурсы черпает вот это фирменный баневу баневуровский харас оказывает давление вертолетами вертолетом на такого даже панду жалко ставить так близко развязка близко развязка ну как бы инфе понятно он не особо-то вылезает и рассчитывает только на то что ему пропрет с хиракином мун не лезет потому что потому что я хз почему ждет удобного момента то есть сейчас у хумана из продакшена остались только хавки ждет удобного момента чтобы ману героев было чтобы не знаю там ветер был в нужную сторону чтобы поле было ровным чтобы гиппографы поклевали зерна перед этим не знаю чтобы звезды встали в нужной последовательности но он сейчас дождется вот у меня знаете такое ощущение я не видел чем закончится играю смотрю с вами в режиме live в первый раз смотрю демку но вот мне такое ощущение что он сейчас чего-то дождется потому что сейчас у него у него было 250 возможностей навалиться и наломиться и скорее всего убить но не лезет 2 химеры можно просто начать контролить их по вышкам просто издалека стоять армии возле них чего боится бы неж болта ну есть медведи все-таки что риджуф накинуть священная роща осквернена не знаю не знаю ребят гиппо согоняет вертолет а может быть он хочет подольше вот в такой ситуации поиграть когда у него преимущество когда он владеет ситуации доминирует на карте и может быть это первая игра не знаем это заставить инфи подольше поиграть из положения невыгодного очень хорошо поймали в сетку кстати тут не достанет панда или достанет отлично поймали кстати гиппографов здорово инфи здесь хавками расконтролил потому что сюда не может никто добраться не до контролем он теперь будете самому уставить на доставь на ставнуть ставнуть надо ставнуть хорошо так спасли переловили а вот теперь дорогие мои детишечки смотрите мун теряет гиппографов очень важных новых он уже не построит и теперь в судьба химер вы знаете она как бы уже стан откуда у инфи столько денег я не понимаю там еще и грифон заказывается а хавков то уже пол пачки вот я говорил что мун доиграется вот он сейчас может доиграться вполне реально потому что ну что задышать хавков до свитки а есть хотя бы один свиток у инфи надо посмотреть вертолет снова на харассе не хватает конечно очень не хватает пристов с инфаером все этой гапша ох как не хватает ребята просто держать их на базе и инфаер накладывать по кулдауну с другой стороны без архимага да ты особо ну а тебе же не нужно перманентный инфаер они стоят кулдауну регенят ману даже хилить не надо просто вот и стать регенят ману и только на инфаер работают очень помогло бы так инфы выходят 37 лимита умуна ага ага два гиппографа и две химеры а где химера то слушайте а а где химера они химера ли то были там по над реченькой это не может быть он бы не знаю где химера дядь так смотрим на карту я я чет не совсем понимаю а с другой стороны он бы не стал строить больше хавков если бы убил химер да нет выглядит правдоподобно но я не понимаю у инфи какой-то резиновый кошелек он продолжает штамповать юниты но не бы видели там 3k голды безусловно там две пачки вертолетов эти 3k не исчерпали бы но походу вот сейчас точно на последний гульнул нет химер то лол священная роща да я я не верю своим глазам неужели он тогда дал химер это не вата невозможно поверить он он что пустил химер вот так по над рекой ай-яй-яй-яй-яй вот это интересно друзья мы после игры обязательно вернем на этот момент как-нибудь за синхронимся с аспирантом вернем на этот момент я хочу посмотреть кто погиб над рекой куда делись и меры в конце концов так а вот это уже совсем другой калинкор без химер а зачем тогда ему столько хавков пардоньте просим а зачем и что-то здесь не так наш бой владмак владмак падает заблудился он здесь хавки на харассе я не вижу химер пока может быть нет а ее можно добить медведя можно было добить медведя тут разделяет армию инфе духе мир реально нет все как бы я нигде их не вижу мне казалось там гиппосы попали под раздачу вот это да туда играл сам он я говорил что это может этим закончится до игрался просто он мог убивать когда не было вообще в помине никаких хавков у инфе там вообще было три героя им конь и ни одной вышки три героя кони ни одной вышки и как бы все на этом а теперь а теперь ситуация ребята очень обоюдо острая теперь то скорее всего уже не наломится особо мун но у него база не так хорошо защищена вышками с другой стороны есть панда 5 это это 6 это это 6 ты можешь просто дышать подходить дышать вышки ставок еще дышать вышки ставок еще дышать вышки и таким образом убить все башни а потом уже наломиться просто ну как бы я не вижу особой пользы хавка в бою медведя на героях мне кажется все таки хотя здесь понимаете а тут тут как бы вообще обоюдо обоюдо двоякая ситуация я в том что раньше хума не мог сражаться с эльфом потому что у него армия была ужасная то есть он бы на армии не выжил а сейчас армия у а сейчас армия у армии у эльфа нет и соответственно гораздо проще например за херокилить эту же самую варденку или панду просто за херокили там же варденке то многое не надо два прокаста через болты до свидания просто поминай как звали вот в чем фишечка то понимаете так проходит пары дыхания умирает один хавк хавки пытаются как-то понадрекой от ковыряться и до ловят гиппографа в сетку отводят остальных панда пытается выбежать с другой стороны сейчас дыхнет ой как дыхнет нет парой были дыхание не последовало и вот сейчас можно можно ребята там минус еще пара хавков от warden-ки и вот он болт в панду spawner шестая и став есть став мк может жить вечно да панда сдувает весь воздух я это да вообще не понимаю ладно окей хорошо сейчас будет bandage бой а бэниш болт будет банить болт панда надо и надо ест ав чуть сейчас будет надо ставить будет панду можно boldy варю попробовать убить панду можно как-то так реджуф на панду став на панду ну мк будет здесь жить долго ГАИ вообще его стафают. Варя в Беннише. Не, вот я не знаю, как убивать Хумана трех героев, которые вместе. Потому что Бладмаг заменяет абсолютно АЭМа по ума на регену, потому что он все перекачивает. Господи, как тут, кое тут все бито, еле ушло. Но, вы понимаете, я вообще не вижу смысла, зачем инфе строил гиппографов, ой, гиппографов, этих ястребов убив панду. Убив панду, убив химер. Я уже заговариваюсь, но не мудрено, мы час шестнадцать смотрим этот реплей. Он убил всех химер и почему-то начал строить хавков. Вы спросите, кого строить надо было? Да блин! Если у тебя были бабки, дают построить одну арканку, и с этой одной арканки клепай спеллбрекеров. Время работает на тебя. Спеллбрекеры, я вам зуб даю в этом ситуации, куда более боеспособная армия. Ребята, ну что, развязка близка. Да, вот теперь мы видим, что у инфи нету ресурсов абсолютно. На заднем фоне громко разговаривает Мария Николаевна. Она тоже в недоумении, куда делись химера. Но у меня такое иногда бывает, у меня пропадают из вида целые, не то что юниты, целые армии пропадают из вида. Те, кто смотрит мои стримы по Варкрафту, понимают, о чем идет речь. Духи Возмездия, это все фигня. Они сейчас бесполезны, потому что юнитов хуман терять не будет. Бум-бум-бум-бум-бум. Ничья, что ли? Ё-моё. Мун не будет наламываться. Будет ли наламываться инфи? Я бы на его месте попробовал. Вот мне уже больше нравится его армия. Потому что здесь можно захеракелять. У тебя есть стафы, у тебя есть Бладмак, у тебя есть Бенниш, у тебя есть выкачка маны, у тебя есть болты бесконечные. Но он ждет, видимо, пока ОМК от кулдаунится ультимейт. Они ждут друг друга. Это стрелка, ребята. Это разборка корейская. Корейская. Китайская. Азиатская разборка сейчас будет здесь на мосту. Я буду ставить на инфи. Просто я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Потому что Мун так разбазарил все свои козыри бездарно. То есть, ну как, у него было огромное преимущество. Он убил две пачки вертолетов. В этот момент у него были все карты в руках. Он мог прийти и начать убивать вышки. Там панда дыхнула бы, химеры два залпа дали бы. Все, минус там три вышки было бы. Еще панда дыхнула, а еще бы химеры дали два залпа. Вы спросите, Болт, ну там Реджу, в панду отвел, или за Реджу вел, или там ставнул, отхилял, быстро вернулся. То есть, надо было дальше давить, осаживать, осаждать. А Мун вообще непонятно, что делал. Какую часть своего организма он теребил в это время. Но он думал, что все так и будет. Трава будет зеленой. Коммунизм продержится еще долго. Но вот застой закончился революцией. У Хумана появилась армия. И вот бездарно Хуман. Опять же, где-то, ну я полагаю, что там, над рекой. Мы обязательно сейчас с вами пересмотрим этот момент. Мун отдает химер. Но инфи не решается. на атаку. Оно не мудрено. Но я еще раз говорю, что оба стоят и не решаются. И сейчас, возможно, будет ничья зафиксирована, потому что, да потому что они не хотят драться оба. То есть, оба понимают, что рискуют. И тут можно договариваться о ничьей. Это, конечно, в Warcraft абсолютно нонсенс, но обязать игроков никто не может к сражению. То есть, оба понимают, что в этом сражении ну, как бы, нет ни у кого преимущества. Проиграть может каждый и им невыгодно нападать. И оба имеют право не драться. То есть, инфи будет сеять под вышками. Если инфи не захочет драться, то Мун его никак не вынудит. Если Мун не захочет драться, ну, инфи, конечно, может пойти лоб в лоб, но без вышек, возможно, инфи тоже боится. Здесь, я думаю, все-таки инфи, в первую очередь, не хочет сражаться. Удивительная ситуация. Потому что, если бы инфи хотел сражаться, он бы... А, ну да, просто ОМУн будет стоять под своими Мунвеллами. Тоже выход, да, то есть, они оба стоят под базами. У этого вышки, у этого Мунвеллы. Давай нападай, как говорится, да, и в общем, драться-то не хочется. Сейчас будут переговоры о перемирии, я думаю. Да, ситуация, мягко говоря, неординарная. Регейм, спрашивает инфи. И что же, ответит Мун? Ну, судя по всему, да, потому что иначе я не вижу, как вы выходите из этой патовой ситуации. Мун не будет ломиться под вышки, инфи не будет ломиться под Мунвелла. Если можно, говорит Мун, если можно, регейм. И инфи соглашается на регейм. Сообщает, что ему нужно поинтересоваться, и они уходят в регейм. Друзья, это удивительно. Что ж, игра, которая так и не выявила победителя. Блин, час двадцать мы с вами на это смотрели, и так и не узнали, кто победил. Это, это невероятно. Это невероятно. Но такое тоже бывает в Варкрафте. Я думаю, что если бы игра была на ладере, и парни были бы максимально упертыми, то они могли бы просто, ну, выиграл бы тот, у кого закончился бы интернет-трафик. Или у кого, кого бы мамка позвала спать. Но, ничьи в Варкрафте тоже случаются. Иногда они случаются абсолютно, ну, скажем так, безвыходные, да, когда даже сражаться нечем. А иногда, вот как здесь, случаются ничьи, по причине того, что игроки не хотят сражаться, не хотят рисковать. Ну, а я хочу вместе с вами перемотать все-таки на этот момент. Так. Вот, я, кажется, на него перемотал. Час 14.17. На счет 3. Раз, два, три. Я, я, вот, а тут уже нет химер. Стоп. Тут уже нет химер. Где же химеры-то погибли-то? Ёшкин, ты дрын. Блин, ты горелый. Нет, это было раньше, очевидно, да? Вот они, химеры. Вот химеры есть. Вот где-то здесь сейчас он их сольет. Что-то гоняется. Вот они в химере. Так, давайте застопим, ребят. Я еще раз хочу этот момент увидеть. 1.09.31. 1.09.31. 1.23. Нет, если этот, вот это, собственно, момент, который Муну проиграл игру. Понимаете, да? Момент, так, тут нету химер. Тут нету химер. Там погибли не химеры. А куда же делись химеры-то, вашу мать? Это ж как же вашу же мать, извиняюсь, понимать? Вот химеры там летели наверх, вот они летели там наверх, а вот их уже нет. Нет, серьезно. Простите, только что на этом месте стояла моя химера. Где, где, где химеры? Еще раз. Еще раз. Час. Так, товарищи, ну давайте еще раз очень внимательно, вниматочно. Так, вот летят. Давайте. 1.09.27. 1.09.29. 1.2.3. Так, я еще раз, я просто хочу пересмотреть, какого черта? Это же не оптический обман. Вот они химеры, вот она полетела вверх, вот тут поймали, и там кажется химер приняли, но нам это не показали. Вон там наверху, кажется, химер принимают через бенниш болт, наверное, или как-то хавками. Ну вот, мы видим, что химеры наверх улетали, и вон там какая-то точка, вы видите, исчезает, а сверху они уже не возвращаются. Ребят, ну что, не нужно было кидать в меня камни, как показала практика, я не виноват. Действительно, химеры умерли без нашего, без нашего обзора, без нашего участия. Мы этот момент просто не зафиксировали. Короче говоря, судя по всему, Мун отдал химер как-то на вышках, получила химера болт, ее сфокусили башнями, он просто их не сконтролил. Ну что, вот этот момент, вот этот момент, он собственно был решающий в игре. Потому что именно здесь, Мун, игру и, в общем, все свое преимущество гигантское, он и растерял. Ну, справедливость восторжествовала, так что все камни, которые вы в меня понашевыряли, можете собирать и нести обратно домой. Комментатор не виноват, вот там действительно, момент гибели химер не была показана. Момент не был показан. Все, друзья, ну что ж, поздравляю всех еще раз с новогодними праздниками, желаю всем интересных эпизодов жизни, как игровых, так и реальных, здоровья родным и близким. И рубрика Best Replace продолжает свою работу уже в новом 2018 году, году собаки. До новых встреч, с вами был Банни Вур, сайт goodgame.ru, подписывайтесь на мой канал, на мой канал PowerCraft на YouTube и, конечно же, подписывайтесь на канал GoodGamer на YouTube, если вы еще не подписаны. До встречи, и до свидания, ребята.